Всем доброе утро! Начинаю для вас новый влог. У меня раннее утро, где-то 8 часов утра, пол восьмого, если точно. Сделала вот такие патчи от MyFace с коллагеном. Такие ещё не пробовала первый раз, но уже где-то 5 минут держу. Классно, что пока что не слазят с глаз, пока я что-то делаю, потому что так рано я встаю, чтобы успеть много чего переделать, пока Лизка спит. А если бы они слазили, то для меня они бы не подходили. С последних новостей о кондиционере мы забрали деньги из Эльдорадо. Всё удачно, уже заказали новые, через 2 недели должны уже даже меньше установить. На днях уже заказали, уже скоро будет. У нас, к счастью, в это время похолодало. Вчера вообще вечером был 21 градус, сейчас вообще очень холодно на улице, поэтому кондиционер будет легко дождаться. Уже когда будут устанавливать, я вам покажу всё, как он выглядит, что как, но это, наверное, уже не в этом блоге. Ну, конечно, не в этом следующем, я так долго не снимаю один блог. С плохих новостей мы, Лизке, пошли делать прививку. Комплексную, на годик. И в тот же день, когда мы пошли в больницу за прививкой, мы там подхватили ангину. Бактериальную, она как бы вот так передаётся от человека к человеку, как я поняла, там мне доктор объяснил. Поэтому я достаточно долго для вас так не снимала блоги. Вы, конечно, не заметите, у меня в основном наперёд снято видео, я их выставляю как бы наперёд, потому что с ребёнком часто вот какие-то форс-мажорные обстоятельства. И мы теперь пили антибиотик, у нас была температура около 40, но это не всё. Где-то на третий день у нас оказалась аллергия на этот антибиотик, поэтому мы ещё лечили аллергию. Пока что всё не закончилось, но риски уже намного лучше, уже нет такой высокой температуры, всё проходит. Но я просто была в шоке, как мы пошли здоровым ребёнком делать прививку, и вот такое случилось. Но даже при всём этом я очень большой фанат прививок. Да, как бы я пошла здоровым ребёнком делать прививку, получила больного. Простите, выключала свой кофе, сейчас буду пить. Ну, как говорила, ребёнок заболел именно когда мы пошли за прививкой, но это такое, знаете, заразиться много где можно. Но я понимаю, что иммунитет слабее. Просто недавно опять дискутировала с некоторыми мамочками, что они говорят, лучше прививки не делать. Я не согласна, я верю многим специалистам, которые говорят, что у нас в стране меньше 50% людей делает прививки, поэтому будут много-много разных тяжёлых болезней. Вот сейчас даже у меня в посёлке где-то год назад была эпидемия кора. К счастью, обошлось без жертв, но, к примеру, дифтерия, там огромное количество смертей и разных очень плохих последствий. И там уже не такой процент, как от кори, поэтому, ну, я остаюсь при своём мнении. И я за то, чтобы делать абсолютно все прививки. Да, много уже наболтала. Иду пить кофе, мне нужно убрать кухню и буду ещё печь сейчас пирог из малиной. Мы вчера собрали вот такой приличненький урожай домашней малины. И хочу печь обычный бисквит там на яйцах с малинкой, чтобы было вкусно на завтрак. Девочки, уже успела испечь пирог. Вчера насобирали малинки. Не помню, говорила ли вам, хотела сделать джем, но на джем не хватало, поэтому получился вот такой пирог. Посмотрите, как он подрос. Пахнет обалденно малиной. Обожаю лето за то, что можно делать такие пироги. Он немножко отстынет сейчас, и я буду припудривать его. А вот ещё хотела сказать, патчи уже сняла, нанесла уход. Патчи хорошие, хорошо увлажнили и освежили кожу, но ещё благодаря тому, что они с холодильника. Уже успела кучу всего переделать. Поубирала ванну кухню, поставила бульончик. Видели, испекла пирог. Слышите, возможно, уже Лизка проснулась, иду к ней. Хотела вам показать. Накрасилась. Это с помощью палетки ЖТ. Наверное, не будет так видно. Нужно брать фотоаппарат. Уже планирую то, что дома буду снимать всё-таки на фотоаппарат. Так приятно. Прям лучше настроение стало, когда накрасишься. Понятно, пока Лизка болела, то мне было не до этого. Мы пришли в гости к бабушке с дедушкой. Это наша обязательная программа. Лизке стало лучше, поэтому уже идём гулять. Я вот в этом сарафанчике вам его показывала, в очках от Фаберлик. Сегодня хочу вам показать, я наконец закончила свою картину по номерам. Я в восторге. Оставила на стене место ещё на две штучки, потому что действительно очень сильно успокаивает. И мне нравится именно рисовать такие картины больше, нежели раскраски антистресс. Я бы сказала, это раскраска антистресс на холсте, которую вы ещё потом можете повесить на стену. У меня это производитель индейка. Сейчас вам покажу, что как выглядит. В одном из блоков я вам показывала, что за распаковку. У меня это вот такая утро озеро 2. Вот так должна была выглядеть. Вы видели, что у меня в итоге получилось. В комплект ещё и шли краски. Практически все цвета остались. Некоторых на дне, некоторых даже полные баночки. С минусов ужаснейшие кисточки, которые очень быстро уходят в строя. Я брала свою. Вот такую. Но она тоже уже не очень. Нужно будет докупить. Ещё я отдельно покупала вот такой вот глянцевый акриловый лак. Одной баночки хватает на всю картину. Рекомендую сразу взять лак, чтобы картина не выцветала. В принципе, недорого. Классные цвета. Классно рисуется. Единственное, что кисточки я бы сразу заменила. И, ну, я осталась. Вот, ещё раз показываю вам свою работу с близко. У меня, конечно, не очень получилось. Не идеальные мазки. Но, в принципе, очень даже похоже на то, что должно было быть. Ну, уже знаю какие-то свои ошибки. И, если честно, очень жалею, что не снимала вам процесс в одном видео. Меня лично завораживает видео, где там один цвет, ещё прогресс, ещё прогресс. И потом в конце показывают готовую картину. Сейчас планирую заказать ещё одну. Вот, как её буду рисовать для вас. Буду снимать обязательно. Пока Лиска спит, я немножко покайфую. Кое-какую запрещенную вкусняшку буду кушать. Это пломбир. Любой пломбир мороженое, который вы любите. И вот такое вот какао. Но не какао, я бы даже сказала горячий шоколад. Перемешиваем пропорции, которые вам нравятся, и кушаем. Мне что-то такое вкусненькое надо. В том плане, что я горела. Лиска болеет. Опять не спала всю ночь. Пока вот на обед спит, я немножечко покайфую. Отдохну. Покушала мороженку. Сижу, крашусь. Решила с вами поделиться. А то только рассказываю в косметичке месяца. Сейчас постараюсь в блогах показывать вам некоторые продукты. Во-первых, у меня восторг от вот этого BB-крема. Я вам уже говорила, здесь SPF 20 хорошо наносится, хорошо смотрится на коже. Ну, выравнивает тон, красиво прикрывает. Но покрытие от легкого до среднего и только на жару. Потому что в другое время года этот BB-крем от Eau Rocher ужасно лежит на лице. Не знаю, с чем это связано. Но если у вас есть, напишите. Далее у меня на глазах вот этот оттенок. Вот этот от Eveline палетки Sunrise. Вот у меня здесь. Не знаю, передаст ли мой фотоаппарат. Надеюсь, передаст. Сверху, снизу у меня вот этот оттенок. Сверху румяна от Faberlic. И здесь, вот посмотрите на этот глянец. Это блеск для губ от Eau Rocher. Точнее, от Reblui. В оттенке 02 Восторг Парижа. Вот этот блеск. Я вам уже говорила, зеркальный эффект. Но это действительно... Посмотрите, какой классный эффект. Таких мокрых, красивых губ. Ну, очень классно губы с ним смотрятся. Вы можете видеть, у меня осталось вот столечко. При том, что у меня очень много продуктов для губ. И еще у меня на глазах... Сейчас активно экспериментирую вот с этой огромной палеткой от Barisa Cosmetic. У меня на глазах вот этот белый розовый оттенок. Ну, собираюсь и голубым попользоваться. И салатовыми. Все-все буду вам рассказывать, показывать. Уже следующее видео, надеюсь, снимать на фотоаппарат. Именно домашние блоги. Там будет, думаю, лучше качество. И вот этот верхний. У меня вот эти румяна от Faberlic. Они просто сейчас в каталоге по очень хорошей цене. И мне бы хотелось, чтобы вы к ним присмотрели. Присмотрелись. Вот здесь вы найдете артикул. Как называется. Они вот реально по очень хорошей цене. Это румяна-шарики. У них немножко видно блестки. Но с загорелой кожей на лето шикарно. Хватает румян-шариков на невероятное количество времени. Я от них в восторге. От себя могу порекомендовать. Если вы еще не зарегистрированы в Faberlic, ссылочка на регистрацию будет внизу в инфобоксе. Я надеюсь, что камера телефона хотя бы немного передаст мой макияж на глазах. Повторюсь. Следующий влог уже сейчас начну снимать на фотоаппарат. Там только когда куда-то буду выходить, буду делать на телефон. С последних новостей. Лиске там стало лучше, но немножко болит животик после всех лекарств, которые мы принимали. Но уже идет на поправку. Это меня безумно радует. И я не знаю точно ли. В конце этого недели должны поставить нам кондиционер. Я надеюсь, что это действительно так и будет. И я обязательно вам сниму, как он выглядит, какой фирмой, почему мы выбрали. Потому что опять на улице жуткая жара. Вот. Видите, в принципе, у меня очень красиво светится лицо. Это с этим бибикремом от Иврэше. Это единственное, что люблю наносить. Он действительно защищает от солнца. SPF 20. Это немало. И при этом, если и слазит с лица, потому что жарко, то красиво. А не какими-то пятнами. Вот идеальный продукт на лето. Но я не знаю, стоит ли о нем снимать видео. В принципе, возможно, сниму вам отдельное видео. Потому что в нем есть как плюсы, так и минусы. Плюсы он только на лето. И вот когда жара, он идеальный. Но в любое другое время года, когда не жара, он ужасно лежит на коже. Поэтому я пока в раздумьях. Напишите, хотите ли вы отдельное видео о бибикреме от Иврэше. Вот блеск для губ от Ревлуи. Ну просто. Это просто какой-то зеркальный эффект, который очень красиво смотрится. Все. На этом этот блог буду заканчивать. Еще таких новостей. Хочу зайти в какой-то график. Видео постараюсь выкладывать для вас в понедельник, пятницу, вечером. Где-то около 7 часов киевского времени в Украине. Ну, приблизительно видео будет одинаково выходить. Чтобы не пропустить, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Тогда точно ни одно видео не пропустите. Но если все получится, то понедельник, пятницу мы с вами будем встречаться. Все. Всех люблю. Всех целую. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok